Якутские провели ставшую ежегодной международную научно-практическую конференцию развития возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России. Форум собрал свыше 200 участников из 14 стран мира. Помимо научных разработок представили конкретные проекты по использованию альтернативных источников энергии. Особое внимание уделили привлечению инвесторов в дальневосточные проекты. По словам экспертов, в России возобновляемая энергетика только начинает развиваться к 2020 году. Объем альтернативной энергии составит 4,5% от всей электроэнергии, тогда как в мире этот показатель прогнозируется на уровне 40%. При этом Дальний Восток обладает уникальными природно-климатическими условиями и возможностями для развития возобновляемой энергетики. Репортаж нашего корреспондента Павла Танина. О том, что в Якутске пройдет конференция, горожане могли узнать еще в среду. Накануне открытия мероприятия на площади Орженикейдзе начали разворачивать традиционную выставку электрооборудования. Солнечные панели, генераторы, работающие на газовом топливе и многое другое. Более того, жители и гости столицы могли своими силами попытаться выработать немного энергии. На выставке была представлена вот такая композиция, которая как бы говорит, что человек тоже может быть источником возобновляемой энергии. Обычный велосипед, к нему прикреплено вот такое устройство, которое в народе называют динамомашиной. И, крутя педали, можно вырабатывать электричество и смотреть вот на этом телевизоре, сколько ватт вырабатывается при этом. Попробуем намотать немножко. За пару секунд езды лично я выработал примерно 50 ватт, а всего за полдня работы конференции на этом стенде, в частности, дети, которым пришлось по вкусу эта композиция, выработали почти 12 тысяч ватт. Но перейдем к самой конференции. Она связана с перспективами возобновляемых источников энергии и традиционной энергетики. Вместе с тем речь идет и об экономии, получении дешевой электроэнергии и снижении расходов экономики республики. Об этом сказал глава Якутии Егор Борисов во время подписания соглашения о сотрудничестве региона с компанией Ростелеком по вопросам развития энергосервисной деятельности. Мы, прежде чем начать нашу работу, мы сегодня подписываем соглашение между Ростелеком и Республикой Саха-Якутия именно в вопросах экономии энергетики. И учитывая, что у Ростелеком есть очень хороший опыт энергосервисных деятельностей, поэтому позвольте сегодня нам приступить к подписанию этого соглашения, который дашь определенные результаты жизни республики. Вопрос экономии призвана решить и возобновляемая энергетика. Например, солнечная электростанция мощностью 1000 кВт, которую Раоэс Востока открыла в прошлом году в поселке Батагай Верхоянского района, позволила сэкономить почти 300 тонн дизельного топлива. В ценах 2015 года сумма составила порядка 16 миллионов рублей. Кроме станции в Батагае, в Якутии функционируют еще 12 объектов возобновляемой энергетики, возведенные из Ахаэнерго. Четыре в Верхоянском и по одной в Олегминском, Кобяйском, Аймеконском, Оленекском, Абыском, Эвенобытантайском, Хангаласском и Усть-Алданском районах. За счет этих 12 солнечных электростанций в год республика экономит чуть больше 100 тонн топлива. Солнечные станции мы рассматриваем как помощь дизельной станции. Наша основная цель – это экономия дорогостоящего привозного дизельного топлива. Пока в Якутии из возобновляемых источников используют только солнечную энергию. В скором времени к ним могут добавиться малые гидроэлектростанции, строительство которых рассматривается Хайэнерго и ветрогенераторы в Тикси. Там на днях побывала делегация из Японии, которая проявляет интерес к возведению объекта энергетики. У них сформировалось техническое решение. Мы его здесь, на полях конференции, вместе с правительством республики будем обсуждать. И по итогам будут выработаны определенные рекомендации. Они вернутся к себе, должны будут переговориться со своим правительством. Потому что я хочу, чтобы это был проект совместный не только японских и российских компаний, но в том числе и с участием правительства Японии. Это достаточно интересная тема, потому что у нас подобный проект уже был. Мы его успешно реализовали в Усть-Камчатске. Уже налажены определенные связи. Я думаю, что весь этот потенциал, который у нас уже есть, мы его реализуем как раз в Тикси. В этом также и заключается цель конференции. Поиск инвесторов, как российских, так и зарубежных. И интерес вкладывать в развитие локальной энергетики у них есть. Как отметил в своем выступлении генеральный директор РАО «С Востока» Сергей Толстогозов, Дальний Восток и Якутия – уникальные площадки, где такие проекты окупаются, в отличие от других регионов страны. Даже с учетом того, что на сегодняшний день курс доллара вырос, но тем не менее, я считаю, что те проекты, которые мы на сегодня предлагаем к реализации, дают достаточно хороший срок окупаемости для инвесторов. Хотя практически все оборудование является импортным, но большая его часть. Но так или иначе существенно на его стоимость влияет и валютные составляющие, и валютные риски. А окупаемость идет в рублевой зоне через те тарифы, которыми мы, как потребители, оплачиваем. Но тем не менее, эти проекты являются окупаемыми. В свою очередь, развитие локальной энергетики и увеличение количества объектов возобновляемой энергетики может благополучно отразиться на тарифах на электроэнергию. Возобновляемая энергетика является одним из элементов большой энергетики. Ну и, как следствие, существенно влияет на те тарифно-балансовые решения, которые так или иначе затрагивают жизнь всех субъектов. Учитывая, что в этом году Якутия на конференции, можно сказать, выступила от имени всего Дальнего Востока, значит, что республика может стать этакой пилотной площадкой по развитию локальной энергетики и возобновляемой в частности. И положительный опыт Якутии далее будут применять в соседних регионах и заинтересованных в федеральных округах. Павел Танин, Иван Семенов. Якутия. День за днем.